Всем привет! В эфире МТВ афиши выходного дня. И я ее ведущий Максим Черпак. В ближайшие несколько минут я расскажу вам, как интересно провести эти выходные, куда сходить, на что посмотреть и чем заняться. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем! В это воскресенье можно отвлечься от рутины и насладиться живым исполнением симфонического оркестра Волгоградской филармонии. Программа состоит из музыки гениальных композиторов 19-го столетия. Например, концерт для фортепиано с оркестром номер 2, фа-минор Фредерико Шопена и симфоническая сюита Шахерезада Николая Андреевича Римского-Корсакова. Концерт пройдет под управлением главного дирижера театра Царицынской оперы Сергея Гринева. Волшебная страна Иллирия, бескрайнее море и романтические приключения. В молодежке на этих выходных вы сможете увидеть лучшую комедию Шекспира «Двенадцатая ночь» или «Как пожелаете». Уверен, колоритные образы и декорации подарят вам незабываемые эмоции. Известное произведение рассказывает о близнецах Себастьяне и Виоле. Их корабль терпит крушение у берегов неизвестной страны. Они попадают в круговорот запутанной любви и ревности, основанной на их внешнем сходстве. Можно провести это воскресенье с семьей и по-другому. Например, в Крымическом музее пойти на мастер-класс, а затем отправиться на пешеходную экскурсию. В мастерской «Рукотворные чудеса» юные гости смогут поиграть в игры и попробовать изготовить мягкую игрушку. А на пешеходной экскурсии вы сможете узнать о зданиях девятнадцатого века. В завершении путешествия вы подниметесь на смотровую площадку царицинской пожарной каланчи. Экскурсанты увидят потрясающий вид на город, на фоне которого смогут сделать фото на память. В планетаре ждут юных исследователей на приключенческой экскурсионной программе с интригующим названием «В солнечном царстве в космическом государстве». Сотрудники планетария сравнили солнечную систему с небольшим государством, в котором царствует наша звезда – Солнце. Ребята отправятся в космическое путешествие по солнечному царству и познакомятся с его жителями – кометами, планетами и астероидами. Но, как и в любом приуключении, маленьких исследователей будут поджидать опасности и неожиданности. Волгоградская библиотека для молодежи подготовила для ценителей культуры Японии фестиваль «Сакура-фест». Сегодня интерес к стране восходящего солнца не ослабевает. Люди учат японский, готовят традиционные блюда и собираются в клубы по интересам. Фестиваль начнется с рассказа о возникновении японской культуры. Любой желающий может принять участие в мастер-классе по каллиграфии, а также собственноручно сделать традиционную бумажную коробочку санбо и всеми известного журавлика. Фестиваль завершится японской чайной церемонией. А в музее имени Машкова недавно открылась выставка, посвященная эмблемам с изображениями – гербам. Посетители познакомятся с произведениями одного из выдающихся геральдистов России – Владислава Коваля, автора государственных, муниципальных, фамильных и родовых гербов. В экспозиции представлены эскизы работ волгоградского художника, а также гербы, воплощенные в вышивке, монетах, марках и других предметах быта. После некоторого отсутствия в репертуаре на сцену вернулась излюбленная музыкальная комедия «Ханума». Со дня премьеры прошло почти 25 лет, но посыл спектакля будет актуален во все времена, вызывая интерес у зрителей. Старый князь Вано Пантиашвили пропил и прогулял все состояние и поэтому ищет богатую невесту, чтобы выплатить все долги и выкупить свое имущество. Ханума приглядел ему не слишком молодую и, как выяснится, не совсем красивую невесту, но с приличным приданным – Гулико. Как развивались события дальше, можно узнать в стенах музыкального в это воскресенье. Кстати, можете перед тем, как отправиться в музыкальный театр, посмотреть новый выпуск программы «Волгоград театральный», в котором ведущая Инна Емельянова как раз рассказала про возвращение легендарной комедии «Ханума». Спустя 25 лет произошло много изменений. Например, обновился актерский состав. В роли Кабата вышла на сцену Виктория Миллер, в роли бабушки Ануш Татьяна Калявкина. Для многих артистов хора и балета этот спектакль также стал премьерной работой. Шутки, песни и пляски – все зрители не останутся без ярких эмоций, уверены артисты Волгоградского музыкального театра. На этом у меня все. Хороших вам выходных! И помните, вокруг вас всегда происходит что-то интересное. На это нужно просто обратить внимание. Не забывайте подписываться на наши социальные сети и ставить сердечки. До встречи на МТВ!